Добрый вечер. Мы сегодня будем изучать наш глава Тору, глава Лехлиха, попытаемся понять чуть глубже, чем просто текст. Я надеюсь, что вы поможете мне тоже как-то понять и как-то отвечать на вопросы, которые под нашей темой, которые я пытался выбирать из много очень, очень очень много интересного в нашей главе. Ребе в свой календарь, который называется «Сегодня день» говорит такое выражение, который сказал Ребе Раяц, что глава Берешит, она приятная, она веселая, но она заканчивается печально, когда людей начинают грешать и Всевышнему расчарован от поведения и его сотворения. Глава Нуах, она печальная, когда Всевышнему уже, Всевышнему решил разрушить, уничтожать и снести полностью его сотворение. Заканчивается глава Нуах, уже светлее. Почему светлее? Уже видно, Аврагам родился. А первая приятная, веселая и светлая глава целиком начинается с нашей недели, говорит Ребе Раяц. «Мы живем весь неделю с Аврагамом». Когда читаешь вот такое интересное описание, разница между глав, у тебя есть первый вопрос, который появляется. Почему вообще писали про Аврагама в прошлой главе? Зачем? Ну, что он родился, понятно. Там была еще какая-то история, которую о нем рассказали про Аврагама. Было бы логично не начинать с его середины жизни, когда ему было 75 лет в нашей главе, и когда Всевышнему проявлялся к нему и говорит, уйди из твоего дома, дом твоего отца, и уйди из его места жительства к той территории, страны, которой я буду наследовать ваши потомки, ваши детей. А было надо уже начинать хотя бы сразу после детства. Ну, сразу после детства. Ну, как-то логично. То есть, надо логично. Ну, после рождения, рождение говорили, как он себя сноха, он родился ушем, и все, и здесь становилось. А что написано в прошлой главе? Как в прошлой главе? Посмотрите, пожалуйста, в главе одиннадцатый. Пасук приложения двадцать седьмая. Эле Тойльдойстерах Это есть дети потомки Тераха Терах Олидет Аврагам Терах Рожал Аврагам Нахор Харан Харан Он его убил ребенка, который называется Лот Следующий Пасук Ва-йомос Харан Алтмне Терах Овив Харан Умер Пиридз Или по Жизне Ибо отец Терах Ва-эрец-моладетто Ва-эрец-моладетто Вио Родина Где это было Урказдим Ищут Непонятно Первое Что-то значит, что Харан Умер Еще при жизни Тераха А нам какая разница А потом Что он Умер В его родина А где родина Урказдим Что-то за родина Урказдим Поэтому тут Спрятана Спрятана Целая История Первое Испытание Который Тору укажет Указала Который Было У Авраам Авраам Не О Единство Бога Его отец Был торговец Идала Поклонничества И Авраам Был воспитан Так У Авраам Что-то Постоянно Зацепило В сердце И в Ум И он Начал Думать Себе Почему Почему Мы Должны Совершить Идинопоклонничество И он Дошел Сам Своим Доказательством Что Есть Единый Бог Который Ему Надо Молиться А Идинопоклонничество Это Неправильно Его Отец Не думал Что он Настолько Настойчивый В своих Мислях Поэтому Он Дал ему Сохранить Свой Бизнес С Идинопоклонничество Авраам Пришел И все Разбил И как Рассказано В Медраж Что Когда Его Отец Пришел Увидел Этого Разруха Он Спросил Авраам Что тут Производит Он говорит Я честно Ничего Не сделал Ничего Я не сделал Он Говорит Посмотрите Папа Видите Там Есть Один Большой Очень Большая Кукла Вот Рядом С ней Есть Палка Я Раздал Им Еда Всем Этих Идолопоклонников Поклонничества Этих Идолам Он Очень Разозлился Он Считал Что Он Должен Есть Все Он Большой И Он Всем Разбил С Палком И Забрали Еда К Себе Он Говорит Что Подреж Морсь Что Это Глупости Какая Он 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 Кукла Он Не Может Шевелиться Да Папа Но Ты На него Молишься Ну Это Что Как Это Понять Ну Того Что Очень Логично Его Отец Настолько Разозлился И Настолько Обиделся Что Он Взал Настолько Он так вёл себе. И Немрод начал спросить у Абрама. Видел, что это неисправно. И он говорит, хорошо, давай бросаем его в печь. Это называется уркас дым. Это была огромная печь, которая никогда не прекратилась работать. Как доманная печь у нас. Двятая доманная печь. Не прекращается. Должна составлять определенная очень высокая температура. Поэтому его никогда не перекрашают греть. Бросали. Каким-то чудесным образом Абрам не горел. Его вытащили отсюда. После того, что вытащили Абрам отсюда, наверное, что бы произошло сразу? Все говорили, слушай, расскажи нам что-то за вашей Бог. Нам тоже хочется. Ничего подобного. Немрод очень разозлился и говорила, а ты что? Как у нас говорят. Он говорит, направился к Аран. Брат. Аран. Был в колебаниях. Он говорит, если спасется Аврагам, я буду с ним. Если победит Немрод, я буду с ним. Он говорит, я с Аврагам. Его бросали в печь, он сгорел. В результате к этому написано в нашей посылке, в нашем приложении, что он умер в жизни или перед его отца. Да? И это было в Уркас-Дим. самое интересное, что Немрод не шевелился. Он дальше продолжал совершить идолопоклонничество. И брат Авраам после чуда тоже отправил в печь. Причина была, что Немрод у него не было проблемы со Всевышним. Он все понимал. Он знал, что есть Бог. О Нем говорят вот это во выражении мудрецов «Ее идея эсрибойной умискавен лимрой дбой». Он знает про дворцу, но ему хочется и его желание спротивляться ему. Он не отрицает Всевышний. Просто не хочет делать, что хочет. не хочет слушаться Всевышний. Вот это его была такая маневра поведения. И поэтому написано, что после этого Нахор покинул Уркас-Дим, покинул той родины, где они родились, и ушли в сторону Кнаан и застряли где? Остановились где? на берегу Ярден. Харан на берегу Ярден до территории Израиля. А? Что? Терах ушел и остановился в Харан возле берегу Ярдена. Хорошо. Что плохого в этом рассказе? Почему не начинать с ним? Почему не рассказать вот еще один какой-то историй о врагах в нашей главе? Конечно, потому что вообще нет его здесь отрезка, где он за что выбрал Бог. А? То ли нет отрезка в нашей главе? В нашей главе начинается с того и теперь Бог говорит о врагах Иди А раньше что? Для этого нужно понимать порядок нашей предыдущих двух главе и начало процесс новый процесс поведения который начинается с нашей главе и дальше. Это других процессов в создании мира и довести его к целым которые к конечным итогам должны доходить это приходом Машиаха. Когда Всевышний сотворил мир у мира была какая-то причастность к его сотворению? Было? Нет? Вообще нет? То есть мир не участвовал в свой сотворении Он сотворил Есть причина мир оправдывает свое существование Нет? Никакого не оправдания То есть получается что есть тут сила творца А мир никто не просит оправдывать Хотя бы не разчаровать И то не стоял То есть тут получается что у Всевышнему есть полное внимание желание доброжелательности сотворить сотворение и что они будут жить не спрашивая от них оправдания для этого поскольку что Всевышнему всемогучий и Он делает все что делает идеально Он и мир сотворил идеальный Что в результат произошло поскольку что Всевышнему сотворили идеальный сотворение и сотворение материальных которые первые себе чувствуют второй уверены что они главные третье через них не видно что есть Совершен и поскольку что это такое сотворение в Совершен и они были максимальной в этих трех направлениях они себя чувствовали они чувствовали что все для них и они не видели что есть Бога не видели в этом причину из-за этого причина у них не было ни желания ни понимания ни представления не делать все что они хотят и кому-то о чем-то отчитываться есть есть у кого-то того что я хочу зачем ему оставить это я хочу я беру а ему не хватает какая разница что ему меня не хватает я хочу кушать вот это хочу ты говоришь что не надо хочу мне нужно вот это человек вот эта женщина вот этого мужчина все что я хочу я же я зачем себе отказаться и перед кем отчитываться зачем и вот эти чувства которые тоже есть в соотворении всевышенному были настолько сильнее что менять их было невозможно это не означает что один человек не мог отказаться мы говорили процесс был такой массовый процесс был такой что так не поэтому CC говорил вот так нельзя дальше что должно быть ослаблению ослаблением в своем я ослаблением в подребность и ослаблением в чувство что меня не надо никому не просить и не обратиться. И для этого пришел в следующей главе. Это потоп. Потоп рассказывает, как ниже, как сотворенный начинает шевелиться. Нуах начинает строить ковчег. При процессе строительства ковчега он пытается уговорить людей пошевелиться, стать лучше. Ему у него не получается. До потопа. Он питается, он строит ковчег. Потом мы учим о потопах, то есть очищении всего мира. И не только очищение, перелом всего сотворения. Звезды не обворачиваются, солнце не светится, луна не ходит. Есть какой-то перелом мир обрушился. Все, что у него было, уже никакой. Цветы не цветут. Дерево уже все снесли практически. Животные не живут. Все, что осталось, это тех, которые не согрешили. Включая животного мира. И вот они все в ковчег. Находятся в каком-то перепуганной ситуации, когда все льва и овец могут жить в один ковчег и напасть друг на друга, потому что там они чувствуют, в совершенном чувствуется. Божественность чувствуется. И они так в течение года и десять дней живут совместно и видят, как вес материального сотворения обрушилась. Все переломалось. В результат им говорят вон, вот теперь надо чинить все. Вот уходите от ковчега. Ковчег это не для вас. Ковчег это убеживший, который уже неуместно. Уходите. Я даю вам сигнал, что мир изменился, как мы говорили прошлого урока, через радугу. радуга символирует, что мир уже не такой жесткий, не жесток, не жесткий, не такой эгоцентричный. Он получает уже какой-то симбиоза, уже какое-то соединение между несколькими сотворениями солнца с воды, определенные разные краски, это дни черной были, это уже намного больше, чем этого. Вот мягче становится. Первый сигнал, что это мягче становилось. Если до потопа, мы говорили об этом прошлого урока, что была причина окончания вердикта о потопе? Кража. Человек человек был зверь. Теперь что происходит? Они все-таки со всем вечным, они совсем дружат, но они между собой дружат хорошо. Они говорят, давай построим большой башня, упираем в небо, может быть, небо обожится еще раз, будем как-то бороться со всем вечным. Но что будет но? Вместе. То есть уже ослабление в эгоистичном плане есть, уже они не чувствуют только себя, они уже боятся всем вечному. неправильно боятся, но боятся. И они уже понимают, что надо обратиться, обратить внимание, надо найти какие-то ходы. и в результат под этого концу рождается первый человек, который сам доходит к пониманию, что мир не главный, и никому нету, кроме одного Бога, и к Нему надо обратиться, и надо убедить людей об этом, и надо, что они будут вместо с нами. И заканчивается главе Нуаха. Как они заканчиваются? Рассказано еще, что Аврагам под концу главе Аврагам ушел из Харан и дошел к своего места с очень много поклонников. У него были людей, которые шли за него. Аврагам занимается мужчинами, Сара занимается женщинами, и они их убеждают, что надо вериться в Единый Бог. Уже процесс начался. в нашей главе уже начинается совершенно другой песня, совершенно другой жизни. Жизнь, которую Аврагам соединяет материального с духовного. урка с дымом, когда бросали Авраам в огнем, за что бросали его в огнем? Что он понимал? И что в совершенном к нему проявился? Он понимал. Это его достижение. И самого отдача на своих принципах. То есть, что Бог пришел к нему. Он пришел. Это его работа, его заслуга. в нашей главе, что начинается? И Бог пришел. И теперь Бог пришел. То есть, теперь весь нашей главе и в предыдущих додорования Тору это один длинный подготовительный путь соединят между материального к духовного мира. Между сотворенными и Творцом. Есть один но. Авраам не живет во время додорования Тору. И его соединение ограниченное. Оно ограниченное. Это правда так. Но тем не менее, это уже начинается. Где мы видим, что это ограничено? Ну, мы видим это. Разница между Авраам и Моше по заботу о людей. Авраам пытается спасать дом и Мора, но если нет 10 праведников, он бессилен. Почему? Потому что дом не обращается быть лучше. Когда есть праведники, можно из-за них вытаскивать их вверх. Но если это касается к ним, их спасать невозможно. В отличие от него, от этого эра, эра Моше, даже не дай Бог, людей, которые после дарования тору совершают идолопоклонничество даже такими людьми, что мы говорим о них, что Моше говорит, будем бороться. Если не хочешь прощать им, уничтожай меня тоже. Почему? Они выше этого тора, а их соединение с тобой совершенно другое. Она не человечная соединение, это божественное соединение. Тут произошел совершенно другой фактор. Божественность, материальная божественность с сотворенными стали единой. И эта единая намного выше, чем тора. Тут есть только один очень важный вопрос для понимания. Зачем нам это знать? Как это нам помогает? есть такое выражение в Талмуд что было, то было. Зачем нам это? Это урок история какая-то? Был Адам, он там был рожден и делали и такого дела, и такого дела. Людей были очень грешные, плохие, нехорошие. Ну и причем тут мы? Зачем нам это знать? Ноах, а? Что было оно? Не поважно. Потому что другие так же не делали. Чтобы не решили. Хорошо. Ноах, зачем нам знать, что был потоп? вес этого истории? Можно говорить это очень коротко. Правильно, говорите, может быть, и потому, что другими будут учиться из этого. Не грешить. Впервые есть очень много из истории, которые не написаны в Торе. Она написана в Медлаши. И мы знаем от Медлаши. И отсюда можем учиться. Ради того, что спасать грешников есть очень много способов. Зачем писать это в Тору? Есть такой очень известный вопрос, который начинается в начале Тору. Надо было начинать Тору с первой заповеда. Первый заповед находится где? Где находится первый заповед в Тору? Первый заповед? Нет, нет, не заповед, это приказ человечества, это другой. Заповед, первый заповед это принесить жертвоприношение на Песах и дилет новый месяц. Ахой дешазе лохем рожь художим. Дилет новый месяц, а потом начинается считать первое жертвоприношение, которое должно быть это начался во глава бешалах в книге Итро, в книге Шмот, середина первой тридць книга. То есть, получается, целая книга бережит, ни одной заповед, ни одной заповед. Тридць книги Шмот, ни одной заповед. И все это нам рассказывает и рассказывает. Зачем? Что, Тору это какая-то историческая книга? До этого есть мидраши, до этого есть другие способы передать нам историю мира и людей. Зачем? Что было, то было. Показать величие всему снижению. Хорошо, ну, можно учить Хасидут, увидишь тоже. Зачем это писать в Тору? Каждое слово дорого. Причина, что это учение для нас, как мы живем. Как мы. Вот этот процесс у нас есть. Глава бережит, что обучает нас, как мы. Киейцер, Лев, Хоодом, Рамили Уров. Йецер Хара, животная душа, человек, желание человека, когда он рождается, плохой из рождения. Он нехороший. Плохой это означает не, что он хочет пачкаться и портить всем. Плохой это значит, что он тянет куда? В материал лава. Наше желание с рождением оно не к лучшему. Никто не родился, когда вышел из матка матери и говорил первое слово, пожалуйста, принесите меня седу, мне нужно молиться, сказать спасибо всевышнему. Никто не говорит это. А что он говорит, первое, дай подышаться, потом дай покушать, а потом дай покататься. Все очень просто. то есть изначально какие мы? Мы вначале глава Берешит. Мы вначале обычный сотворенный, который чувствует себя, считает, что мир обращается вокруг нас и что нам все положено. Все положено. Другими нет. Попытайтесь умолять ребенок поделиться игрушками с другой ребенок. Увидите, что будет происходить. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Потом начинается воспитание. Воспитание, которое процесс длинный. Которое нам начинают и мы должны, и нам говорят, что вы не одни. Есть уже очень много чего. первое есть в священном который надо сказать утром мол, дай не ле фанеха. В лагад в священном когда встаешь утром. Перед сном сказать ему что я передаю вам моя душа прошу что я встаю утром. Нельзя кушать все. Кошер на вам можно кушать. Это прям ребенок маленький. Как только ребенок начинается говорить науч в шуме Исраэль, Тора будут входить в его голову и будут увековечить его память что над него есть что-то. Кроме того мы воспитываем его что ты не единственный у мамы надо отдыхать у папы надо отдыхать у тебе есть сестры и браты ты не один мир не обращается вокруг тебя только и ты не один в жизни тебе нужно делиться с другими друзьями воспитателями есть время спать время вставать не все что ты хочешь кушаешь то есть человек должен начинать проходить очень серьезный процесс процесс этого осознания что он не один в мире что он не главный и что у него есть еще много чего он должен считаться с ними а потом есть третий шаг третий шаг это означает что я должен перевратиться из обычный просто человек который думает как себе развивать понять что надо мной есть Богом мне нужно учить осознать других вещами понять по-другому меня отход мышления чувство по-другому чувствовать желать по-другому вещам контролировать себя стать другой стать правильной и это процесс это процесс который я говорил это процесс воспитания обычный человек с детства до взрослого жизни и это процесс происходит каждый день когда человек встаешь утром и он первый себе держит в руке и говорит секундочку давай пока не протягиваешь руку к мобильному телефону говори модерни после модерни обмывай руки иди чистишь зубы не надо трогать телефон потом возьми седу читай утреное благословление покушай не надо сразу бежать к телефону новости если вчера пали ракеты и будут пасты сегодня не дай бог ничего не изменится с того что ты будешь знать это первый давай чуть-чуть дружи себе в руки потом приходи в синагогу молись то есть это воспитание которое в ней присутствует этих трех элементов первое что я встаю первое что я хочу надо вставать побежать куда-то писаться чистить зубы потом покушать что-то быстро а ты тихонько тихонько давай все делаем тихонько второй ты начинаешь связывать себе со Всевышним каждый раз каждый день каждую секунду ты делаешь еще один шаг к себе ты не просто делаешь это на самокат это серьезный процесс с которым ты должен над ним работать то же самое когда человек учит вначале не всегда голову позволяет входить в выучение но ты читаешь ты читаешь это твое апостол читает слова тебе не доходит ты читаешь еще раз пытаешься концентрироваться а потом когда ты так ведешь себя всевышнему теперь соединяется с тобой он заходит в тебя это и есть результат заповеди когда ты одеваешь тринутром всевышний ему вникает в тебя когда ты учился что-то в Торо в главе или в Хасидут или в Тальмуде всевышнему заходит в тебя он соединяется с тобой ты становишься с другой человек поэтому этих трех главе они процесс на каждый день процесс воспитания собой дальше мы читаем что в Севышнему говорит обраам сладошем славам пьер וис славам минаш и глобан идтелу бьер и мэр адин ой эврум всевышнему габарит обраам лэх лэх лэхо мээрцэхо ухади из твэйву родина ху мэмэйладэтэхо мэбэй савихо из дом твэйву отца кудэ элло овэцэшэр ктой зимля катора ия вэм пакэжу и благадария этава вээсхо лэгой годэйл ваворэхэхо вээгэдло шмэхо я будуддилэтэтэтэтэбья балшой нэрхо ия благадария славалу тибья да ия будуду увэкавичэт иувэлитчэвэц ивэзвэчэт твэйву иммэне вэээброхо ибуддиш благадария славалу трэйцэ пээллэжэнээй ваворэхо мэворэхэхо ия благадария твэй лудэй каторы буддиш благадария умэкалэлхо ойра ישли кто твэрэклэна тибья я праклену его вээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Из этого приложения последнее, в «Ворохом и ворохехо» благословлю тебе, благословлю, благословлю тебе, есть очень интересные двух мнения между мудрецов. Касающиеся благословления Куаним. Мы знаем, что Куаним должны произносить благословление народу Израиля. Должны благословить народу. Когда они благословляют народ, Всевышнему должен благословить их. Есть тут два интересных мудрецов, очень известных, Габи Акива, по одной стороне, и Габи Йошуа. Габи Йошуа был глава Куаним в храм в то время. Они спорят, с какого пасук, с какого выражения в Тору изучают, что Всевышнему благословляет Куаним. Габи Акива учится отсюда. Откуда мы знаем, что Всевышнему благословляет Куаним? Он написал, я благословлю, благословляюсь от тебя. Вот отсюда он знает это. Габи Йошуа, насколько он был сам Куаним, он очень хотел возвышать Куаним. Он говорит, нет, 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 написано в той же благослове на Куаним, в благословляении Куаним народу, в Канец. И я благословлю их. Их, это кому? Куаним будут благословить? Сейчас не буду входить в детали, как это выражение, почему Раби Акива не согласен с ним, он не соглашается с Раби Акива. Надо входить сразу в саму тему. Зачем спорить? Какая разница? Какая разница? Скажите, Всевышнему благословляет Куаним тоже. Все. Какая разница? Откуда этого изучать? И это очень, один из очень важных темы, понять разницу между благословлением и молитвой. Что такое благословление? Благословление в святом языке, Лашона Кодыш, есть два объяснения этого слова. Что это слово? Браха. Браха уходит из слова брейха, бассейн. И браха из слова притягивающий. Например, процесс, по которому мы высаживаем винограде, высаживать виноград первый раз, а потом он начинается расти, и мы переворачиваем его, вставляем в землю, и так это идет дальше. Вот этот процесс называется маврих. То есть притягиваю дальше дерево и продолжаю его. Почему вот слово благословление было избрано в святом языке, который все четко, вот таким выражением. Браха, который имеет в себе двух смыслов. Первый бассейн, второй притягивающийся. Объяснение, что браха благословлений дается уже из резервуара предназначенный человек. Проблема, что человек не дотягивается к нему, и поэтому надо перебираться туда, к этому бассейн благословления, и спустить к нему этого благословления. Объясню. Объясню. Есть очень известная история, я рассказал это давно, буду рассказать это коротко. Когда Балшемтов поехал с его учеников к одному еврею, заставили его кормить их долго, пока не обнижали его до конца. Полностью его обнижали. И тогда они уехали. И это запрещено в законы Тору. Нельзя есть у кого не хватает деньги. Но все равно они это делали. Когда они уехали, этого еврея начал молиться. К нему пришло очень большое благословление. Он стал очень-очень богатым человеком. Сейчас не расскажу вес этого истории, это не важно сейчас. Спустя определенное время он пришел к Балшемтову, дали ему цедаку и говорили ему, что спасибо тебе, что ты ко мне навешал. Благодаря тебе я стал такой богатый. Не понимая, почему это благодаря Балшемтову. Балшемтову позвал хасидов и говорил, помните? Помните вот этого бедника, которым мы все обнижали его? Вот, посмотрите сейчас. И он объяснили, что этот человек, уже было к нему предназначено богатство. Благословление к богатству уже было. Но этот человек ни разу не обратился в небесах. Говорит, хочу, хочу, я прошу, дайте мне деньги. И поскольку он никогда не просил, надо было заставить его этого просить. Мы настолько обнижали, что он просил. Просил и получил. То есть, Балшемтов знал, что есть такое благословление. Можно сказать, резервуар, бассейн такой. Он понимал, что для того, чтобы получить этого человека, этого благословления, надо его заставить просить. Теперь давай спросим это по-другому. Я приду к одному из вас и начинаю просто обнижать его. Я что, делаю хорошее дело? Да нет. Я же не знаю. Есть у вас благословление? Нет у вас. Откуда меня знать? Я же не знаю об этом благословлении. Ничего. И особенно не знаю способ, как его притягивать к вам. То есть, благословление. И почему мы идем к праведник просить благословление? Благословление – это человек, который находится выше, видит этих благословлений, этих бассейнов, этих резервуаров. Благословление и понимает, как их спустить вниз. Поэтому благословление у праведника обязательно выполняется. Почему обязательно? Он находится выше этих резервуаров, и он указывает их спуститься вниз. Поэтому, если праведник дает благословление, это точно будет выполнено. В отличие от себя, чем этого, это молиться. Молиться мы просим. Ехи родцы. Да будет у тебя желание. Да будет у тебя желание помогать мне. То есть, этого нет еще. Совершенному не определил для меня ничего. В верхних миров, в духовных миров, никакого благословления для меня не суждено еще. И я прошу, создай мне, пожалуйста, помощь. Несмотря, что мне это не положено. Несмотря, что это нет еще в мире. Я прошу, делай это. Другими словами, мне нужно с молитвы подняться выше, чем благословление. И умолять у Всевышнего, отдай мне. А? Создать новый. Поэтому мы молимся в десяти евреев. Одного еврея молиться не всегда помогает. Даже в десяти не означает, что Всевышний будет выполнить просьба. Ты просил. Должен к тебе что-то. Не должен. С одним человеком очень трудно достать к этому. Ну, доложить просьбу. С десяти уже можно доложить просьбу. Но это значит, что дадут этого просьбу. Этого не сказано. Похоже к этому. Рассказано, что Оба Цавахцада говорила. Говорила это. Что того, что Ангел Михаэл Ангел, который отвечает за обеспечение еврейского народа Не способен делать Хасидское фарбринген способное делать. Что это означает? Рассказано, что одного хасид Там очень серьезно помогал Своего община. Я забыл, какое. И хасидов находились совместно в фарбринген. Они реально очень сильно помогли там общину По какому-то серьезному вопросу. Я забыл просто о детали. И жену этого хасид Подошла к ним в фарбринген И говорила, что она просит Вааплата ее помощь Благословление на детей. И все хасиды знали Что ребя Не благословили их. Они несколько раз просили И ребя не отвечали. Но она очень умолала И плакала И просила И она реально очень сильно помогла И они все были в таким Очень такая возвышенное состояние В фарбринген Очень объединенное Очень сплоченное состояние И они говорили Цо Если у нас есть вообще Какой-то способности Мы Тебя Обещаем Что у вас будет Следующий год ребенок И следующий год У них появился ребенок Когда они пришли Кребец вахцеды Кребец вахцеды Очень улыбался И говорил Ребенок там не пахло То есть там Благословления Парбоня Не было Это означает Того что Мой дедушка Говорил всегда Что хасидская Фарбринген Может Делать Намного больше То есть Они дошли К уровню К состоянию Молитвы Теперь Благословление Куханим Это какая Вид благословления Это благословление Всевышнему Всевышнему Говорит И вы будете Благословить Народ Израэль И я Благословлю И вот здесь Абитам Раби Акива И Раби Иешуа Спорец Каком Состояние Находится Куханим Они Находится В бажест Вана Состояние И они Могу Дабат Вабишанья Гарантирована Благословления Или Это Человечески Благословления И Человечес Нумутолка Соглас За их Благословления Раби Акива Считает Что Куханим Которые Благословляют Это Обычные Люды Обычные Люды С Человеческой Способности Только Они Выполняют Заповедь Всевышнему Благословить Народ Израэль Поэтому Всевышнему Говорит Да Будет Так И Поэтому Благословление Для них Какое Человеческое Благословление Небожественное Раби Иешуа Который Сам Был Кухен Ему Очень Сильно Захотелось Так Написано В Талмуд Возвышать Состояние Куханим Он говорит Нет Куханим Не смотря Что это Люды Когда Они Благословляют Это Как будто В их Устах Благословляют Всевышнему И В это Время Он Благословляет И Куханим Совместно С народом Израэля Благословляю